Всем привет! Это восьмая серия, восьмой выпуск про автомобили для ЗСУ. Кстати, надо уже разбавить украинской темой, потому что мы-то в Украине работаем, и парни машины выбирают, а с нулевой растаможкой, вай-вай-вай, есть что показать. Я думаю, следующую серию мы сделаем обычную гражданскую, ну а пока смотрим автомобили для ЗСУ и, естественно, не без приключений. Как говорится, было очень весело, мне уже говорят, а ты уже к бабке какой-нибудь сходили, в церковь посетили, еще что-то. Ну, в общем, смотрим, будет интересно. Нас трусит, а он едет нормально. Вот чем отличается внедорожник от обычного автобуса, он даже не шеволится. Мы тут едем как эти самки, по полям, по лесам, по гоям. Прямо, поворачивай. Поворачивай, поворачивай где-то. Короче, джип есть, если что, вытянет. Это мы едем по навигатору, по вейзу, дороге, Литва, караул. Не, в лужу не надо, потому что мы же не на джипе. Это, а ну, сейчас посмотрим, как он по говну поедет. Говно. А ну, стоп, давай, сейчас. Как-то открыто. А ну-ка, поехали, поехали. А, у них еще. Так. Все говно давно высохло. А ну, на ходу закроется. На ходу. Нет. На ходу не закрывается. Так, где-то, где-то тут стоит моя машина в ремонте. Это здесь находится СТО. И, к слову, у меня с кондиционером все нормально, у меня проблема с электричеством. Нету сигнала на кондиционера, то есть, если напрямую щелкать на релюшечку, включается муфта, все нормально, все работает. То есть, с самим компрессором все хорошо. Он не подклинивает, все работает. Ну, где-то пропал сигнал. Пошел забирать машину. Значит, час из планов. Мы сейчас едем в Вильнюс сделать страховку, забирать, потому что время уже не рабочее. Ну, а уж, девочка есть там одна. Страховой брокер сидит, нас ждет. И большое ей за это отдельное спасибо. Приятным бонусом в таких поездках, это есть то, что когда попадаешь в старый город, когда у них незаполненная гостиница, они выкидывают под вечер хорошие цены. И вот здесь вот получается, вот за моей спиной гостиницы я уже здесь был. Прикольное, интересное. Но из минусов то, что здесь завтраки только для веганов, поэтому мяса нам не видать. Но здесь хорошо и рядышком старый город. Я, конечно, не уверен, что мы сейчас пойдем куда-то по нему гулять, хотя и погода располагает. Хотя посмотрим. Сейчас уже часов в 10, наверное. А, балалайка, уже пол одиннадцатого. Но все равно, сейчас лично я в душе спать. Парни, если захотят, пусть пойдут погуляют. Хотя, с другой стороны, завтра в 6 утра подъем, я не думаю, что они пойдут гулять. Но то, что мы в старом городе, это несомненный плюс. Поехал в Паневеже, с парней в Каунасе остались и пошли бороздить просторы необъятного Тайкас Проспектас. Это авторынок в Каунасе. И вот, что они там нашли. На базар есть такая, сафари парк. Да, правильно говорит Ваня. Аппарат 3,500, L200. Полный привод. 90-го года, 3,500. А? Нет, 3,200. Не, ну я тебе хочу сказать, тюнинг, колесики, шипованная резина. Еще одинец сам. Да, все запчасти в багажниках. Здесь тоже цены нет. Рульные изоленточки. Запчасти все вот в салоне. Да, все, что надо установить. Вот это все надо поставить, пацаны. Ключ. Ключ, самое главное ключ. Да. Походу они все. Пару штук подается. Якость так. Сегодня уже девчонки должны приехать. ВК у нас в 15.30. Сейчас 10. Мы им выдаем два автомобиля. И они едут в сторону государственной границы. То бишь в Украину. А мы дальше здесь ищем. Хотели ехать все вместе, но... Мы не можем найти нужного количества автомобилей. Ну, как бы даже если рассматривать вариант купить обы что... Ну, типа, типа можно закрыть вопросы. Но купить обы что, оно же может не доехать до нашей родной земли. Поэтому пока мы еще здесь остаемся, пока ищем. Возможно, в Латвию поедем. Потому что здесь что-то... Пока беда. Отвечаю на вопрос, почему бы не взять что-нибудь, то, что пойдет на войну. Есть очень дофига примеров. И вот, когда пишут в комментариях такие ответы, или же, чуваки, вы загоняетесь. Че вы там выбираете? Нафига на фронт все равно пойдет. Есть у меня одно классное видео. Я Соню попросил, когда приедет очередная машина. Просто запиши видео. А таких машин дофига. Смотрим. Нікуся, видео специально для тебя. Нас знову дуже радует. И таких машин деколька приехало. Что его сказать, как воно конюшня. Косиво е. Так вот. Вот этот вот автомобиль, он заехал на СТО на обслуживание. Потому что нормальные парни, которые везут автомобили, это... Не буду говорить мы. Другие благотворительные организации, они как минимум тоже совестливые обслуживают автомобили. Так вот. Эта машина сломалась на СТО, находясь еще на СТО. Другие благотворительные организации, или те люди, которые не совсем понимают в автомобилях, они это привозят и прямиком, даже не меняя масла, везут это в воинскую часть. И потом, когда эту машину грузят, даже не грузят, садится там 5-6 человек, машина выезжает и машина ломается. Друзья, это уже вопрос жизни. Поэтому да, мы заморачиваемся, мы дофига проводим времени, мы видим охрененное количество мусора того, что есть в Европе. Но таких дрыщей мы не пригоняем. Сзади едет эстонская Scania, сейчас будет меня обгонять. У него номер 220. О-о-о! Но читается это 220. О-о-о! Пошел на обгон. Ну, давай, дружище, тужись. Я не набираю скорость, ноги мои есть. Превращается в гонки грузовиков. Ладно, давай, проезжай. Остановимся. А то ты так будешь тужиться и придется тебе в этот. О, а у него номера сзади 202. О-о-о! О-о-о! 202, о! Красавчик! Вот это... В эту машину вложено много души, денег, сил. Одни номера только чего стоят. Ну, вот эти номера, они реально дорогие. Что 220, о-о-о! Что... И, кстати, в Эстонии вот такие номера, они могут продаваться, но в сервисном центре они выдаются рандомно. У меня была ситуация, когда мы стояли в очереди, и там за мной чуваки приблизительно пытались угадать, какой номер им взять. Реальная история из жизни. В Пиарну мы получали номера, там что-то... У меня были, кстати, 001 номера были на эстонском автомобиле, который я привозил. Были 222, но там вообще история интересная. Я прихожу, чуваки стоят, мониторят так. И я же один подхожу, но у меня 8 машин. И я так даю документы, и мне попадается номер 222. Они говорят, продай! Я говорю, дружище, нет времени. А продай это сними себя и подари кому-то другому. Ну, вроде бы ничего страшного, но это минут 40, около часа оформления. У нас этого времени не было, оно было лететь на границу. Поэтому, дружище, здесь не в деньгах вопрос, а просто нам нужно лететь. Ну, завелся он неплохо. Ну, за трошки его как-то облачивает. Ставичка. Тяжело ему. Транспортер Т-5. Он даже запускается за эти деньги. Легкая коррозия. Тут легкая, тут уже трохи собаки его погрызли. Но для тех целей, для которых он нужен, на самом деле это все абсолютно до сраки. Центральный замок работает. Колеса не от этого автомобиля. Колеса вон от той навары. Кто-то звонит, что-то хочет. Сейчас ядроусилитель приплывает здесь. Причем так, уже его аж слышно. Ну, 3400. Типа дешево. Сейчас еще проверим полный привод. Какая-то дверь не закрытая. Ну и ладно, либо датчик, либо двери. Вот так он уверенно идет. То есть, с того сказать, что где-то как-то подколбашивает мотор. Вроде как и нет. Попробую поставить как-то камеру. Так, чтобы она не упала. Наверное, вот здесь. Так себе затейка. Короче, чуть-чуть его подколбашивает. Задача на выворотах. Ага, понятно. Ручник работает хорошо. Сейчас попробуем. Халдекс работает у нее или нет. Ага, он не набирает оборотов так, как надо. Не работает у нее Халдекс. Задний привод у нее не работает сейчас. То есть, гриблось только переднее колесико. Так, на вывороте шрусы, что мы имеем? Нифига. В правую сторону, что в левую, не стучит. Ну, так, в принципе, плюс-минус нормально. Единственное, что я думаю, он не выйдет на свою полную мощность. То есть, 90 км в час он поедет запросто. А вот на полную мощность нифига. Я сейчас знаю, что это такое. Я сейчас посмотрю давление турбины. Сейчас, минуточку. Так, давление нет. Что, не работает? Не полный? Полный нет, только передний. Значит, влачок не падает. Нет, турбина здесь работает. Я смотрю, что он не выходит. Он только 2,5 и без реза. Сейчас нормально. Ага, сейчас пошел, до этого не шел. Ну, в аварийном режиме видно. Видно, видно, что-то слабое. Что, это дым или это пыль? Я думаю, это пыль. А может быть. Ну, давай газону посмотрим. Давай. Да нет, это пыль. Может, может и просраться надо так. Да, ну, можно, если она год стояла. По территории тут можно покататься. Ну, что, красивая. Поехали кататься. Хотя, красивая машина, у которой есть кардан. Она уже по определению мальчик. Нет, не набирает она так, как должна. То есть, она едет, но сказать, что... Что это так там торопанит? Сказать, что у нее есть подрыв. Подрыва у нее нет такого, чтобы... Что-то где-то у него... Что-то где-то у него с мощностью. Вот я сейчас со второй передачи стартую. Вот сейчас оно уже должно выйти на рабочее давление. Он выходит и как-то после 2,3 у него есть подхват. До 2,3 у него... Ну, он такой, как овощ, овощ обычный. Где-то, где-то что-то не то. Короче, здесь нужно разбираться с топливной. Потому что здесь нехватка палева. Даже когда она в режиме выворачивания двигателя, он не дымит. То есть, даже черного дыма нет. То есть, черный дымок, он все равно должен присутствовать. Потому что, когда идет перелив топлива, идет черный дым. Здесь его нету. Поэтому мы понимаем, что что-то здесь не то с топливной. Само давление по топливной нормальное. Форсунки в... Короче, сказать, что они в конкретном минусе, я не могу. Но посмотреть вот так вот быстро с компьютера... Без компьютера мне сложно. В смысле, с Васей. Каналов всех я не помню. О, сейчас веселее поехала. Что-то ее прорывает. Что-то где-то у нее колеса были. Сейчас опять ту гасеньку. Ну, короче, она едет. Ходовая не гремит, не стучит. Вообще красота. Это что? Ну, вот на фаре, фаре стоят. Наверное. Стекла у него нет бокового. Нет. А, но ключа у него сейчас нету. Сейчас погодим. Уже привезет. Имеем на такой вот, как бы это сказать, где-то перепикап. Рекс там сходил. Все, хорошо, давай отдыхай. Ну, у него есть хороший фаркур. Так он, конечно, чуть-чуть. Так он должен типа дюштовый. Внутри даже резиной. Подделано. Ну, такой небольшой у него. Ну, как и везде есть. Везде есть чуть больше. Сделали все фаркурки. Вчера тут уже закончили. То есть по тактику него все нормально. Я имею в виду по двигателю здесь. Едет он очень хорошо. Я его гнал километров в топ. Едет он очень хорошо. Наваливающим он тянет просто. Не будет включать сегодня. Он уехал с города. Мастер. Уехал с города. Завтра только будет. А, в задворках империи. Вот там вот валяется Nissan Navara. Но мы думали, что он короткий. А кузов-то у него длинный. И вот такая вот машина интересная. Во-первых, потому что туда можно поставить две скамейки. И нафига себе 10 человек. Или же поставить пару ящиков со снарядами. Короче. Сейчас будем доставать эту машину и смотреть. Обещают, что она классная. То есть у нас задача стояла короткий. Да, кстати, вот эту штуку мы забанили. Мы ее не берем. Несмотря на то, что там даже парни говорят, мы ее отремонтируем. Но там ремонтировать дофига. Короче. Плюс этой машины в том, что у нее длинный кузов. Потому что большинство автомобилей, они вот так вот короче. Ну, грубо говоря, на полметра. Есть такие машины. Есть и длинные. Цена у этой машины 4600 евро. За которую ее отдают машина с Норвегии. Сейчас будем пробовать, что оно такое. Потому что я был уверен, что машины с Норвегии не все. А-а-а. А-а-а. Обесенительные. Ну, вот как показывает практика по транспортеру. Они не все. Такие. 426 тысяч километров пробегу. Как бы не спалиться с выражением лица. Что со сцеплением? Единственное, на нем ручник может быть подклинивать. Ну, то ешь. Так, полный. Так, включай, полный. Понижай-ка. Полный ключ. 2, 4. Кружочек можно? Да, да, да. Действительно, если ручничок, по-моему, когда поставили в фуре, его наручники спускались, то он подклинивал. Под застрял. Короче, я понял. Колодка будет шляпа. Ну, ты тут как нёшься, ничего страшного. А, ну, как бы, надо будет заехать на сервис и его расклинить. Маховик. А шо? Да, ручник подклинив. Ручник подклинив. Ах, сорвали с ручника. Ни хера не сорвали. Ручники. Ну, ладно, сейчас мы... Дадим ей под сраку. Ух ты, ёпта. Ни фига себе. Нарыл. Ни хера. Ни хера. Не отходит. Ну, то такое дело, но едет. Не, едет, едет. Надо глянуть, может, там не уступнуть надо. Ему на той бед. Яма. Поехали сразу смотреть его на яму. Документы есть у него, чтобы ехать? Сколько весит, да? Сколько весит и номера в Вильнюс, да? Что? Ну, номера только в Вильнюсе делать. Только в Вильнюсе, только по неделю. У меня есть транзиты, идущик. Ну, весит, как бы доехать можно. Куда? До границы? В принципе, можно и до границы доехать. Ну, я же их верну только на следующей неделе. Ты и клюблене отдашь. А, ну, любви не катанешь номера делают на Бресту. Окей, пока осмотрим вес, мы сейчас еще пару кружочков. Друзья, есть один очень важный момент, который мало кто учитывает. Прицеп и автомобиль, который стоит на прицепе, не должен быть тяжелее полной массы автомобиля, который везет. Иначе поляки вам очень быстро напомнят об этом. Ценой всего лишь в 10 тысяч злотых. Именно столько стоит перевес. Поэтому важно понимать, что машина, которая везет, должна быть тяжелее того, что она везет. Думаю, понятно объяснил. Пока оно читается, пока оно читается, я думаю, вот это вот масло поддавливает из-за клапана Ягер. Ну, это мои мысли, но это не точно. Из минусов. Света здесь не живет. Лампочку надо поменять. Есть. Эх, одной рукой неудобно. Жабры. Правда, было бы круче, если бы они были электрические. Но они есть, это уже хорошо. Быстрый горячий тест показал, что проблем в этом автомобиле нету. По крайней мере, по технике он весь хорош. Дальше пока... Дальше пока смотрим, разбираемся. Едет. Ну, едет. Не дымит, не извергает. Вот сейчас он идет, ускоряется нормально. И черного дыма у него... Ах ты ж, е-мое, у него-то высокий профиль. А я-то не подумал, что у меня профиль невысокий. Ах, ну, по крайней мере, ничего там не стучит в ходовой. СТО в субботу. Это, скорее, какое-то автотранспортное предприятие. Но здесь есть яма. И, скорее всего, мы сейчас здесь будем смотреть. Сейчас что-то раздвинем, что-то посмотрим, кого-то подвинем. Ух ты, е-мое, КамАЗ. Реальный КамАЗ. Я думал, таких машин уже в Литве нет. А цилиндрик схолопывается? Ну, тут еще. Что он заклинил, непонятно. Вроде бы еще и колодки живые. Ну, да. Ну, сейчас посмотрим. Это, типа, подкалывает, не знает куда. Извечная дилемма. Что лучше взять? Новую резину или же бэушную? С учетом того, что... Пока поменял аккумулятор на камере, уже поснимали колеса. Не успел я ни заезд заснять, ни как снимают. Так, а вот он понес, по-моему, кривое колесо. Нет, то ровное. То ровное. Короче, у меня в переднее вообще такая шляпа. И вот еще чуть-чуть, и тупо лезет корт. Как говорится, вовремя, наверное. Сейчас оформляют на вару. Я парню выдал денег. И что-то поверил ему на слово. Ну, как бы так делать нельзя. Но парень с Украины, и если что, я знаю, где он живет. Поэтому я не думаю, что он обманет. Он поехал за Наварой. Денег я ему перечислил. И сейчас... Ну, в смысле, поехал за Наварой. Забрать ее с сервиса. Взять второй автомобиль. Взять второго водителя. И привезти автомобиль в Каунас. Вот так вот правильно будет сказать. А я сейчас на шиномонтаже поменяю 4 колеса. По случаю в Литве. Потому что... Тягать такие грузы может быть опасно. Может быть беда. Поэтому я решил взять 4 бушных колеса и не париться. Потому что эти это... Алис. Вот и добрался и до переднего левого колеса. Которое у меня тоже оно такое. Ну, совсем чуть-чуть, но слегка квадратное. Парни говорят, мы тебе его откатаем. Или окей, катаем. Короче, у меня условно ровный. Только один диск из четырех. Вот. Потому что... Ямы на дорогах. Ну, и... На самом деле еще сильно груженный автомобиль. Вот дают о себе знать. Низкий профиль резины. Плохие дороги. Тяжелые машины сзади. Из-за этого диски реально кривые становятся. Ну, вот что делать. Надо двигаться дальше. Нужно как-то... Сейчас их будем ровнять. Новые диски сейчас покупать не буду. Потому что тупо нет денег. Вот. Выровняем эти. Еще эти покатаются. Поэтому... 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 Придется немножко задержаться. А Владимир реально красавчик. Вот машина. Он на ней приехал. Он не нахлобучил. То есть я отпустил человека. Дал ему денег. И он везет машину. ВК у нас помогает. Красавчик. Спасибо. Сейчас еще встречусь. Скажу спасибо. Сейчас всем машинам по очереди. Задуваю полные баки. И... Наверное, мы еще где-то размутим канистр. И поедем в этот раз. Савый литров 100 топлива возьму. Для того, чтобы 5-6 машин доехали до... Доехали до пункта назначения. Дальше приехало 3 девчонки. Я этот момент не записал на видео. Потому что... А я обычно все ключевое записываю на видео. Но здесь был такой момент, что вот приехала одна из трех. И говорит... Я все знаю. Я на опыте. Быстро дайте мне машину. Я полетела. Вот я. Я все знаю. Я спешу. Мне все надо. Ну, как мы с вами знаем. Любой геморрой начинается со слов. Я все знаю. Впоследствии я оказался прав. Короче, девчонка просто бросила машину. Ну, об этом уже, наверное, в следующей серии. Ну, а мы торжественно, хороводом. Получается, 3 машины поехало вперед. Крайслер, L200. И я, груженный наваром. И едем следом. Три машины. В надежде, что мы все 6 машин возьмемся в цепочку. И, вернее, не 6, опять. Уж одна полетела. И вот так вот мы весело поехали. Как бы вот это без мата сказать. Что у нас, типа, все хорошо. У нас, типа, все замечательно. Все, как всегда, полная шляпа. Ну, ладно, окей. Опыт есть. Сейчас будем менять. Да и понадобилось. А что аккуратно? Заплющуй, или диви на гашетку. Я все знаю. Я говорю, что я еще приведу на столовую привезти. Ага. Так, я сейчас вперед еду. Спрыгиваю и все. А потом колесо... Лыжу разворачиваем? Просто лыжу разворачиваем и я еду назад. И все. Я все придумал. Домкрат чуть-чуть не достает. Но у нас теперь есть колеса. На колеса можно доехать. Так. Так. Идею подать. Смотри. Идею подали и все работает. Смотрите. Идею подали. Идею подали. Идею подали. Идею подали. Короче, можно заезжать двумя колёсами, потом останавливаясь, этот висит. Назад сдаёт, не до колеса. Ты же заедай. А ну давай! Стой! Давай, 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 давай! Пошёл, пошёл! На, открой там колесо. Да, в жизни есть три вещи, на которые можно смотреть всегда. Это как горит огонь, как дует ветер. И смотреть, как что-то работает. Особенно, когда перчатки у меня. У нас есть ещё одно счастье. Вот этот болт, он оборвался и прокручивается. И мы его не можем открутить, потому что оно здесь закисло. Последний раз оно откручивалось, наверное, никогда. Вот так, щас. Не, Коля, разбери. Ну что, доехали до Белоподаляску? Мы ещё из Каунаса даже не выехали. Не, на самом деле из Каунаса мы уже выехали, наверное. Я, правда, не видел. Ну, короче, мы где-то рядом. Вот такая тяжёлая жизнь человека, который доставляет автомобили. Колёса рвутся. Гайки проворачиваются. Запасок больше нет. Борода растёт. Стричься некогда. Короче, полная шляпа. Я думаю, на этом и закончится наше приключение. Ты что гонишь? Мы ещё с Литвы не выехали. Не, не, хватит. Да дома ещё всего лишь 1100 километров осталось-то. Всего лишь 1100. Мы только выехали, у нас всего лишь только одно колесо стрельнуло. У нас есть ещё целых четыре колеса. Мы доедем. У нас всё будет хорошо. Иду. Выпнет по колесу. Там уже испущено, зараза. Так вот, одели мы колесо. Мы понимаем, что давление слабенькое. Далеко мы не уедем. Благо, недалеко заправка. Вот мы её видим там метров 350-400. Ну, до 500 до не было. Кладом 500. Короче, заезжаем на заправку. Вдуваем давление. Плюс-минус накачали колесо. И тут лопнул сосок. И, естественно, оно всё сдувается. Но мы-то куконные, пацаны. У нас есть клей. У нас есть дофига чего. Мы склеили этот сосок. Вдули давление. И собрались ехать дальше. Короче, как бы это сказать. В общем, пиздец подкрался незаметно. И тихо, рядышком присел. Сейчас попробую показать, в чём дело. Значит, мы имеем офигительную запаску прокатного прицепа. Которая в нуле. Объясняю, что случилось. Вот этот вот сосок. Он просто треснул. И с него травит, выпускает воздух. И, соответственно, проезжаем мы совсем немножко. И опять кончается воздух в запаске. То есть, если ехать дальше, его размотает точно так же, как и предыдущий. Это? Здесь я, как бы, мобильный. Давай попробую набирать. Телефон сегодня. В машине. У Вани он телефон есть. Мобильный шиномонтаж. Мобильный шиномонтаж. Это такие чуваки, которые сейчас приедут сюда на машине. У них стоит в середине такое приспособление, которое разбортирует и бортирует колеса обратно. И вот это вот, наверное, наш выход из положения. Хотя, честно говоря, я уже сопли пускаю. Половина одиннадцатого. А здесь, за моей спиной, вдруг, невзначай, притаился мотель. И я думаю, что здесь мы остановимся. Это МЗК у нас выехали. И тут мы встали. Подъехал парень. На Ауди попросился подкачать колесо. Увидел, что мы... Откуда спросил. Мы сказали, с Киева. Вот, едем, гоним машины на ЗСУ. И говорит, давайте я вам переведу деньги на благотворительность, на помощь. Я готов помочь с деньгами. Ну, приятно. Приятно. Застала у нас лиха беда. Мобильного шиномонтажа. У нас два колеса минус. Тому мы тут залепаем до завтра. Вам еще раз дякую. Дякую. Я просто трохи враженный. Вночи зустрите людину, которая так... 500 доларів. Тедем. Держите, пацаны, на машину. Большая благодарность. Это вам дуже дякую, что робите такую важную справу. И все разом и переможем. Видео начиналось о том, что никуда без приключений, везде все плохо, и в любой дороге есть что-то неприятное. Так вот, если посмотреть с другой стороны, а возможно и должно было быть это неприятное, возможно именно должно было спустить это колесо. Потому что в другом случае, можно сказать, что мы просто счастливчики, мы получили приятный такой бонус, получили донат в виде 15 тысяч гривен, которые очень оказались не лишними. Друзья, на этом все. Следующий выпуск будет тоже не менее интересный. Чего мы делали дальше, и каждый последующий он более интересный. На сегодня все. Всем пока, всем удачи на дорогах. С вами был Николай Тарануха. Не болейте, не тупейте, будьте здравы, мира над головой. И что? Я уже хочу спать. Завтра ехать на... Да, к слову, завтра я еду уже снова в Европу. Надо там забрать один автомобиль, который мы не можем выдрать, поэтому вроде бы выходной, завтра воскресенье, но все равно я просыпаюсь сранья и лечу. Поэтому очень быстро хотим заклеить видео, собрать видео воедино, выпустить. Для того, чтобы завтра вы это посмотрели. Ну, а меня это уже застанет в дороге. А там, я думаю, тоже будет, наверное, что-то интересное. Хотя, в принципе, нифига не должно быть. Уже все нормально, уже все собрано, все починено. Все, пошел. Всем пока.